Погрузилась Россия в снега. Озера и реки скованы льдом, мороз за 20 градусов. К счастью, не все реки замерзают. Те, что имеют плотины и мощный сброс воды с водохранилища, гонят свои незамерзающие воды на радость подводным охотникам. Давай, хватит смеяться, одеваться давай. Ровнее, 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 нормально. Отлично, у неё на голове сейчас 19 миллиметров, на груди у неё, значит, 7,9-16 миллиметров. То, что она, я думаю, не замерзнет, это же точно. Тем более, на ногах 14 миллиметров у Юли в больших ластах. Надо будет штаны тогда дать. Я думаю, она будет плавать нормально. Ему не подумали, надо было штаны дать. Там сбросить её, а поймать уже в Москве реке. Да всё равно не замерзнет. Ещё варежки одеть двойные. Смотрите, да, ну, для тех, кто боится холодной воды, вот у Юли, значит, 9 носок и пятёрка ещё сверху. 14 миллиметров, да? Вообще, конечно, девятка достаточно. Даже в семёрке. Ну, да, мёрзнет, значит, мёрзнет, значит, надо одеваться потеплее. Всё, мы пошли с Юлей на охоту. Пожелаете нам удачи. Юля, помаши, пожалуйста, телезрителям. Ручкой лечим, ножкой, в оголовку. Смотрите, шли по морозу, даже ехали в тёплой машине. Ну, на всякий случай. А кольца здесь на поршни примерзают на морозе. Минус 13. Поэтому, так, берёте ружьё, вот так, кидаете в воду, да? Я надеюсь, он не уплывёт, потому что гарпун будет держать. Всегда удивляет эта зелёная трава под водой. Наверху мороз, минус 20. А здесь, внизу, красота. Ну, когда течение сильное и участок безрывный, то можно просто на мели пройти пешком по речке. Или выйти на берег, пройти по берегу. Ну, мы пройдём сейчас по воде немножко, потом опять будем нырять. Виталий Виноградов, он зашёл немножко пораньше, чем в воду. Вот он уже плывёт обратно. Сейчас мы с ним пообщаемся, узнаем, что там у него, какая рыба. А, Павыч, подними её. Да, ну вот, Виталий сверху идёт, уже пораньше, чем в воду зашёл. Вот уже несколько щучек он взял. Ну, для зимы и для мелкой речки, в общем, да? Да, симпатичная щучка. Она достаточно шустренькая. Ага. Приятно за ней гоняться. И вот в этом выпуске там яма. Вот там караси бегают. Ага. Карасиков нашибают. Понял. Юль, пойдём, там щучка, карасики, всё есть. Он, Виталий, немножко пострелял, на одном оставил. Пойдём по правому берегу туда, вперёд. На течении. Давай, давай. Прошли чуть повыше. Начала попадаться платвичка и небольшая щучка. Видимость от двух до трёх метров. Видимость не морская, но для подмосковной речки очень хорошо. Всё, вот уже на ушицу мы себе потихонечку стреляем. Вот такой морозный солнце, день чудесный. Вот такая подводная охота. Водичка не очень светлая, но так местами щука осторожная. Надо прям еле-еле идти. Вот такая вот красавица зубастая. Вот такая зубастая щучка. Какая щука была? Покажи ещё раз. Вот такая. Вот видишь, как ушла, да? Промазала. Очень сильное течение на такой траве. Тут очень хорошее место. Да, хорошее место. Щучки много здесь. Вот Юля взяла. Как? Щучка пугливая, убегает, да? Скажи, как тебе полная лицевая маска? Говорить неудобно. Да. Говорить, а так тепло, да? Тепло. Ну, слава Богу. Хорошо. Хорошо. Щучку жила. Давай пойдём дальше. Не холодно тебе в двух костюмах? Нет. Отлично, да? Ногам тоже тепло? Да. Хорошо. Давай охотимся. Крупной щуки не видно. Наверное, она осталась на самом водохранилище, на глубоких ямах. А на мелководной реке большая щука – это, ну, где-то килограмма на три. Хорошее место, травка. Вот такая вот щучка, килограммовая, стоит травки. Вот. Сейчас выстрелил в щуку, был за щуку пень, попал в пень. Хорошо, что флажки в пень не вошли. Ну, потихонечку расшатывая влево-вправо гарпун. В общем, гарпун из пня выгнул. Пойдём дальше. Стала попадаться некрупная щука. Хотя, всё-таки мы видели щуку на три килограмма. Юля стреляла в неё два раза и мимо. Я тоже нашёл эту щуку и тоже стрелял, но промазал. Щука была опытная и успевала делать резкий старт до выстрела. Обидно. Но это же не самое главное, что мы промазали. Главное, что видели. А это уже здорово. Охота проходит не впустую. Солнце, мороз, рыба, море адреналина и охотничьего счастья. Вот эту щучку я взял уже сплавом, на ходу стрелял в лёд. Так, ну, наша охота, как называют её виноградов, охота выходного дня, подошла к концу. Да, что должен сказать? Должен сказать, что реки подмосковные, ну, хочется сказать, как-то не странно, с другой стороны, в общем, это в радость. Они иногда нас радуют больше, чем какие-то дальние реки, дальние озёра. Я был в сентябре в Псковской губернии, 600 километров от Москвы. Вообще практически рыбу не видел. А здесь, вот, 40 километров от Москвы, речка. Ну, вот такие щучки. Ну, щуку за килограмм уже. Ну, килограмм, наверное. Очень даже приличная для подмосковной речки щучка. Ну, платвишку я взял одну такую, грамм 200. Вот так, для пробы. Ты взяла одну щучку, да? Остальные промахнули. Остальные-то мазло. Но стреляла много, удовольствие получила от охоты. Да. Ну, вот пока я охотился, вот эти вот бездельники... Икру уже сделали, ещё чуть-чуть. Они уже икру поймали. Икра отдельно плавает в речке. Да. Уже засолили и едят. Вот у костра. Был уже 12 месяцев, да? А здесь у нас такие 4 месяца. Антисуеверие. А? Антисуеверие. Это говорят, что если рыбу взять на охоту, то рыбы не будет. Да. Мы решили, что если взять, то рыбы не будет крупной. Значит, где бы ты не охотился, сколько бы ты рыбы не стрелял, любая охота, большая рыба или маленькая, она должна доставлять удовольствие. И это главное, что мы должны получать от этого процесса. У меня, да, год уже начался, сегодня у нас январь месяц, 2009 год. А первый раз я плавал ровно 50 лет назад. Так что у меня в этом году небольшой юбилейчик. Такой. Вот я желаю всем столько же поплавать. И удовольствие ей-богу. Все время молодой. Дорогие подводные охотники, вот уже заканчивается зимний день. К сожалению, да, все хорошее кончается. Зимний день был солнечный. Грех нам жаловаться на судьбу. Вот. Мы из селой компании выехали сегодня на подводную охоту. И поохотились, рыбки постреляли. Вот у костра сидим в дружной компании, да, кушаем горячие бутерброды. Я желаю вам, как обычно, чистой воды, крупной рыбы. Всех с Новым Годом, с прошедшим.